Снижению цен на связь, полагают эксперты, мешает ставка на Интерконнект, межсетевую связь между операторами. Ставка определяет сумму, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. За последние годы она снизилась почти на 30%, но по-прежнему остаётся неоправданно высокой. В течение двух месяцев она станет ещё меньше, утверждают в агентстве по защите конкуренции. Сейчас на рынке сотовой связи Казахстана четыре оператора – KSL, Beeline, Tele2 и Altel. Ничего против снижения ставки Интерконнекта компании не имеют. Наша компания согласна с тем, что ставки Интерконнекта нужно снижать. Единственное, что мы хотели бы, чтобы это снижение было поэтапным, планомерным. И то есть мы заранее знали, когда какое снижение этих ставок будет для того, чтобы грамотно выстраивать экономику компании и инвестиционные потоки. Что касается заявления о том, что тарифы будут снижаться, да, это будет происходить. И сотовый оператор Tele2 будет этому способствовать, предлагая новые и новые тарифы. В любом случае, как бы ни складывалась ситуация, мы заинтересованы своим абонентом. И считаем, что тарифы в Казахстане до настоящего времени были неоправданно даже высокими. Компания KSL от комментариев отказалась. Как сообщили в пресс-службе акционерного общества, KSL сейчас находится в так называемом периоде молчания. Хотя по республике половина всех абонентов приходится именно на них. Сейчас операторы платят друг другу за звонки вне своей сети около 13 тенге, тогда как в некоторых странах СНГ ставка составляет около 5. Может, поэтому и связи на стране не из самых дешевых. Сейчас мы находимся на 42-м месте из 144 стран. То есть это лучше, чем у России. Россия находится на 46-м месте, да. Но в то же время это несколько хуже, чем, например, у других наших соседей, таких как Киргизия, которая находится на 31-м месте, и Китай, которая на 9-м месте находится. Только после снижения ставки интерконнекта можно будет говорить и о снижении тарифов на саму связь, считают эксперты и все участники рынка. Между тем, 90% населения РК, включая детей, активны пользователей сотовой связи. В Алматы количество абонентов уже перевалило за 1 миллион человек. Среднестатистический горожанин на услуги операторов сотовой связи тратит около 800 тенге в месяц.